Рудник Кумтор является одним из крупнейших золоторудных Центральной Азии и один из самых высокогорных рудников в мире. С момента разработки им управляли иностранные инвесторы, но 17 мая 2021 года было введено временное внешнее управление. На дату введения внешнего управления на счетах одного из крупнейших предприятий страны оставалось только 46 тысяч долларов. Несмотря на все трудности, возникшие при переходе на внешнее управление, новое руководство обеспечило бесперебойную работу рудника и стабильное функционирование всех подразделений. Кумтор выполнил все свои обязательства перед бюджетом, поставщиками и сотрудниками своевременно и в полном объеме без привлечения каких-либо дополнительных источников финансирования. Объем горных работ за 2021 год составил 202,5 миллиона тонн. Это в два раза превышает аналогичные показатели 2020 года. Также увеличены и показатели добычи руды. За 2021 год добыто почти 5 миллионов тонн руды, которая содержит в себе 14,7 тонн золота. Это превышает показатели за аналогичный период 2020 года почти в 7 раз по объему руды и в 3 раза по количеству золота в руде. За период временного внешнего управления было отработано 126,8 миллионов тонн. За 12 месяцев 2021 года на Кумторе произведено 468 136 унций золота. Общая выручка от реализации золота составила 856 миллионов долларов. Из них за период временного внешнего управления 621 миллион долларов США. В 2021 году Кумтор Голкомпани выплатила в бюджет Кыргызстана налогов и других обязательных платежей на сумму более 160 миллионов долларов. Фактическая уплата оказалась выше бюджетных показателей на 53 миллиона долларов и составила более 50 процентов от запланированных. Хотелось бы отметить, что необходимо было им дать в любом случае отчет, потому что перешла компания к Кыргызстану и показатели, которые были озвучены, они обнадеживают в принципе, потому что сейчас вся львиная доля будет уходить на бюджет Кыргызстана, именно для народа Кыргызстана будет работать наше золото. Хотя небольшие остатки, которые там остались, я думаю, наше правительство использует его на нужды. Ранее канадская компания не выплачивала в бюджет страны ежегодный налог на развитие минерально-сырьевой базы в размере 4 процентов от выручки. Новое руководство Кумтора направило на его выплату почти 33 миллиона долларов. Также, по данным компании, в прошлом году чистая прибыль за период временного внешнего управления составила 185 миллионов 400 тысяч долларов. Введение временного внешнего управления на Кумторе дало свой экономический эффект. Теперь все остается в бюджете страны. Мировые цены на золото растут, и его всегда можно обменять. Кроме того, на руднике работают около 4 тысяч наших граждан. Иностранцев лишь 5 процентов. Остальное все наше. При этом компании выплачиваются все налоги и пошлины. Также новым руководством компании были проведены работы с целью снижения себестоимости горных работ. По итогам 2021 года денежные затраты, включая налоги, на одну унцию золота были снижены на 222 доллара, что составляет 16 процентов экономии. Также в целях бережного отношения к окружающей среде на руднике была резко снижена попутная добыча льда. За декабрь прошлого года Кумторголкомпани смогла полностью отказаться от отработки ледовых масс. Золото показывается, что сегодня самое такое эффективное средство, платежное средство. Мы видим, как вот обесцениваются валюты, но золото, оно всегда в цене. Поэтому для нашего Кыргызстана это серьезное подспорье будет. И главное правильно его теперь им распорядиться. То, что они в социальный бюджет отчисляют, это ощутимо, потому что заработные платы повышаются, пенсии повышаются. И действительно видно прогресс, что Кумтор работает именно на кыргызский народ. Отметим, что новое руководство Кумторголкомпани запланировало в ближайшей перспективе реализацию проектов устойчивого развития, позволяющих усовершенствовать технологии переработки руд и увеличить излечение золота. Для сохранения ледников и уменьшения воздействия на окружающую среду разрабатывается проект перехода на подземный способ разработки рудника. Для этого создан новый проектный отдел, который формируется высококлассными специалистами. Тимур Димир Галяев, Бегзат Машрапов, ЛПР Бишкек.